Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Таинственный собственник приезжал в Киров. Насколько я знаю, была встреча в Министерстве экологии. И оказалось, что это серьезный человек, компания которой является генподрядчиком «Газпрома» и «Роснефти» и производит дизельные электростанции для всей российской нефтянки, которым был интересен проект «Полигоны» с последующей утилизацией отходов с развитием электростанции на свалочном газе. И вот сейчас возникает вопрос, какие к нам инвесторы после этого пойдут. Органы власти, оказывая в течение четырех лет поддержку инвестпроекту, вдруг изменили свое мнение. По некоторым данным, владельцы центрального полигона рассчитывают договориться с правительством и завершить строительство полигона в Осенцах, а также продолжить эксплуатацию объекта, который сейчас приостановлено. Программа Экономика. 70% кировчан получили одобрение на кредитные каникулы. Такие данные приводит Кировское отделение Волговецкого управления ЦБ. По его информации, на 19 августа за каникулами обратилось более 2300 кировчан. Почти 70% рассмотренных заявок одобрено. На предоставление кредитных каникул по ипотеке подано 650 заявок, из которых одобрили 90%. Кроме того, кировчане могли рефинансировать ипотечные кредиты. Этим воспользовались 500 семей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Отмечу, что в стране отмечается снижение числа одобренных кредитных каникул. Это связано с тем, что часть банков признает каникулы несостоявшимися из-за того, что заемщики не смогли подтвердить снижение доходов на протяжении 90 дней. Удовлетворяется примерно половина заявок в среднем по стране. Экономика. На 101 ФМ. Бизнес сможет платить налоги заранее. Такую возможность хочет предусмотреть Минфин по аналогии с уже введенным для физлиц механизмом. Это будет единый налоговый платеж для организации ИИП. Налоги, торговый сбор, страховые взносы можно будет оплатить разом, без уточнения вида платежа и срока уплаты. Налоговая сама произведет зачет средств, когда будет нужно. При этом российский бизнес сейчас высказывает сомнения в том, что сможет заплатить даже начисленные налоги, например, те, которые государство разрешило на полгода из-за коронавируса отодвинуть. Экономика. В завершении о валютах. Доллар на сегодня 75.59, курс евро 89.48. Ольга Борезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok